Итак, Хэврейзерс в атаке, B.I.G. будут обороняться. Давайте смотреть, что придумают Ашеры в пистолетном раунде. Есть два игрока с раскидкой, два Дыма, Хаешка, две флешки. Один по 250 в руках Кирилла Красёва. И вот они действия команды Хэр. Давайте после пистолетного раунда. Хотел поразмышлять вообще о тактиках и стратегиях, которые нам сегодня продемонстрируют команды, потому что, в принципе, мы понимаем, что... Ну ладно, давайте об этом после пистолетов. Да, ну вроде бы что-то готовое есть. Ашера в троице двигается по длине с бомбой. Парочка игроков. Один ждет агрессию с центра карты, второй находится в подвале, ждет поджимы. Ну и вот первая перестрелка. Ксантарес заметил Ашеров на длине. Пока что не пострадал. И, кстати, Ашеры тоже цело невредимы. У B.I.G. пока нет особого жесткого, знаешь, такого контроля на монстре. Они не продавили эту позицию. И вот если бы еще там была информация, то, наверное, они бы уже все перетянулись на Аплент либо зажимали там с двух сторон команду Хэлл Рейзерс. Но вот Тапсона все равно, вот посмотри, вот, ну как так? Не прочекали, просто коннектор. Там уже поджали монстр, выбили бомбу. Вся инфа есть, но это просто уничтожение. Как-то слишком просто. Три минуса от Тапсона. Готов забрать из четвертого. Неужели это будет Эйз? Воксик последний. Нет, Воксик отвечает. Первый есть, второй за ним. Ну что, Супер Ситум? Ответочка. А ну, ребята, я сейчас потащу один в пять, как это было в мувике. Ну, давайте посмотрим. Первый, второй. Ну, на этом все закончено. Да, жестокик Сантарес ставит точку в этом раунде, но как же круто сыграл Тапсон. И заметьте, вот в тот момент, когда Тапсон делал первые минуса, Биги уже поджали полностью базу Б. У них была вся необходимая информация, они пытались закрывать Ашеров. Слушай, что-то со ступеньками случилось, потому что там либо фейк инфа какая-то пошла, что там нет никого. Потому что мы видели, один спускался, но не проходил. Он посмотрел там, что-то почекал, вернулся назад. И, в общем-то, ну как вот так, команда Хэлл Рейзерс без контроля оставляет такую важную позицию в таком раунде. Так вот, в принципе, у команды Б.И.Ж. с переходом, с возвратом Нексом, я думаю, не так много было рабочих дней, тоже очень сложно. И с приходом к Сантаресу. Да, с приходом к Сантаресу. И все это вот нашифровать, и, конечно же, получить все эти мощные карты. Ну, наверное, на данный момент не получится у Бигов, но и точно так же, в принципе, команда Хэлл Рейзерс, мы знаем, что не будет многого показывать перед мейджором в этом матче и попытается, наверное, где-то вот дефолтом отыграть эту встречу. Ну, да, действительно, были такие разговоры, чтобы особо не раскрывать свои козыря перед глобальным турниром, на который у Хэлл Рейзерс, кстати, очень даже большие планы. С большой вероятностью мы не увидим полного арсенала тактик, но какие-то дефолтные стратегии, возможно, старые, мы однозначно будем наблюдать. Ну, по-любому, фишечки, какая-то там новая расстановка, все равно это где-то будет прослеживаться в действиях команды Хэлл Рейзерс. Вот, я думаю, особо наблюдательные ребята. Петрик, если ты смотришь, Хаус, ребята, вам привет. Посмотрим, что поменяли Ашера, вообще будет ли все-таки что-то из того, что уже заготовлено под мейджором. Но пока, пока БИГ очень неплохо начинает эту встречу. Первый оружейный раунд очень важный для Ашера, в первую очередь. Дед Фокс уже немножечко раздамажен. 31 хп. Ну и давайте посмотрим очень аккуратно, стратежно Хэлл Рейзерс решили все-таки выйти через фонтан. 2 плюс 2, хотя нет, коннектор уже поднимается. Пошли гранаты. Так, это было слишком просто. Тапсон хоронит двоих. Сколько фрагов сделал Тапсон за три сыгранных раунда? Это еще не конец. Там было 4-3, сейчас 2-9 фрагов. Тапсон в этом раунде вообще не пострадал. 100% здоровья, при этом уже сделал два минуса. А вот это попахивает ошибкой. Тизер. Хорош, Иса, минус 2. Тут остается один игрок на точке. Иксантарес. Конечно, с этим парнем могут быть проблемы, но Иса умеет вырубать таких оппонентов. Это просто трипл килл. Жесткий переворот в раунде. Заметно, он в Солянова вышел. Тапсон точно так же отвечает третьим минусом в раунде. Что творится? У нас какие-то супергерои на карте, остальные пока что не включаются. Итак, Гоби и Тапсон против Воксика и Иса. Кстати, та самая огненная смесь. Сегодня вообще у нас, кстати, интересная дуэль. Я думаю, все читали в комментариях и сами заметили. Иксантарес против Воксика. Какая-то отдельная история турецкая такая. Кто же круче, да? И вообще, есть ли смысл сравнивать этих парней? Оба действительно талантливые игроки. Если Воксик больше заточен под снайперскую винтовку, то Ксантарес опять-таки же отталкивается от автоматического оружия. Турецкие фанаты все мечтают, чтобы эти парни были в одной команде. Конечно же. Будет ли это когда-то? Ну, я думаю, поживем-увидим. Итак, Иса. Квадрокилл. Будет ли Эйс? Нет. Тапсон Эйс сделать не дает. Вот, заметь, опять-таки же, квадра от Иса, квадра от Тапсона. Но тут был Воксик, который сделал финальный размен. 2-1 Хелл Рейзерс не без проблем, а даже с огромными проблемами. Но все же забирают первый раунд. И опять-таки же готов подняться со своего стула и аплодировать Исе. Насколько уверенно, насколько четко он вышел на плент, как он здесь распечатал всех соперников. Но это просто шикарно. И к Сантаресу мы все попали под горячую руку этого парня из Иордании. Коэффициенты на победителя матча, друзья. Пока что букмекеры за команду Хелл Рейзерс. По крайней мере, вот где-то вот чуть больше. В процентном соотношении это где-то 60 на 40, а возможно даже 65 на 35. Быстро, быстро, Б, давайте посмотрим. Здесь уже Дизиан на приеме работает с Аугом. Ксантареса должны разменять, но получил флэш в Хоббит. Как же четко отработали Биг с гранатами. 3 в 5 ситуация. У Ксантареса 1% здоровья. Вот это да. Не без везения. Турак выживает в этом моменте. При этом забрали Дэдфокса и Ису. Героя прошлого раунда уже нет у Хелл Рейзерс. Теперь кто-то должен брать инициативу в свои руки. Там, по-моему, у Ангела и Дэдфокса еще нет фрагов. Пора бы уже распечатать ребятам свой нолик. Ну и посмотрим, получится ли у Хоббита все-таки здесь собрать ксантареса и хотя бы еще парочку соперников на точке. Но мы видим, что у нас... Нет, с Пидом пока что решил посмотреть Хоббит. Там проходит в шорт потихонечку Ангел. Кирилл попытается найти свой минус. Просто в соло пока что... Кстати, заметь, как перестроились. Беги. Четыре игрока команды Berlin International Gaming на базе B. Два минуса от Хоббита. Все выравнивается. Один процент у Абая. Что вообще происходит? Губи-Губи на болоте. Нужно отлично забирать его в оксик. И что творят Ашеры? Да как так вы жжете, Хоббит? На характере. По-другому не назовешь. У Абая остался один процент здоровья. После этого забрал еще и последнего. Два-два. Дерзко, уверенно действуют ребята из Ховрейзис. Ну, наверное, не уверенно. Ну, пока убивают только трое. Опять же, два игрока по-прежнему без фрагов. Вытягивают два эти раунда в меньшинстве. И это дорогого стоит. Вот эти два раунда действительно просто бесценны в начале этой карты для Ашер. Были два раунда в ситуации 3 в 5. В прошлом мы видели стартовый выход на базу Б. Там упал Иса и Дед Фокс. А до этого Тапсон похоронил двоих, которые чекали подвал. И вот два таких волевых раунда. И после этого посмотрите, что происходит. Заканчивается, конечно же, экономика у команды BIJ. 1900 максимум. 2400 в следующем получит команда. И такой будет тоже очень... Самый неприятный, наверное, бай для защиты. Это с первыми арморами, с М-ками. Ну, знаешь, с учетом того, что команда BIJ сейчас не заточена на игру со снайперской винтовкой. То есть у них есть человек, который может использовать АВП. Это Тапсон, также может взять АВП и Гогби. Но это не приоритетный таргет. И, соответственно, вот таких денег будет Бигам более чем достаточно, чтобы купить АУГи, как велит нам новая мета. Возможно, будет парочка кольтов, но... Тапсон вчера вытащил даст. Он вообще так жестко стрелял с АВика. Вот не было, не было этого парня. А потом он просто раскидывал налево и направо. Я думаю, ну, если он так, в принципе, нормально попадает, то почему бы и не брать. АВик, он здесь все-таки понадобится на оверпассе, особенно в защите. Вот сейчас Бигам. Но посмотрим. Ты абсолютно прав. Вот за счет того, что непонятно, что будут покупать Биги, там, один АВик, два, без АВика будут играть. И пока очень сложно против них вообще действовать. Их прочитать сложно. Ну, как и, наверное, команду HellRaisers. Потому что они... Нет, у Ашеров, на самом деле, здесь все просто. Здесь есть Воксик, который приоритетно старается брать ВП. В плане ВП, да. Но также может играть Сака 47-м. Ну что, друзья, есть второй минус от Бигов в этом раунде. Некс хедшотом забирает Воксика. Турок отправляется в зрительский зал. А вот троица игроков Ашер попытается не потерять оставшееся оружие в этом раунде. Потому что Биги и так уже навредили их экономике. Я думал, Биги пойдут сейчас выбивать точку. А зачем? Тизиан пошел назад. Но все-таки зажимают парни, выбивают девайсы и выбивают всех игроков команды. Биги нормальное начало. Все-таки Ашер переворачивает встречу. Что, зачем ты имел в виду пошел назад? Зачем они идут выбивать? Там пистолет и МАК-10. Вот они потеряли третьего. И посмотри, что сейчас с деньгами у Хэв Рейдерс. Я думаю, знаешь, они просто потеряли немножечко контроль. Подумали на всякий случай. А вдруг они ломятся на плент на одного игрока, диффузить бомбу. А вдруг у них есть диффузы. И парни, скорее всего, просто без инфы полетели на всякий случай поближе к пленту. Ну, а парни, который находился в банке, он должен был снабжать тиммейтов информацией. Ну, по крайней мере, да. Ну, мы видели, что он немножко закрыт был. Ну, немножечко, возможно, мискоммуникейшн, как говорится, кто-то не ту инфу, да? Наконец-то включается Кирилл Карасев. В подвале остановил двоих. Сантарес Тапсон погибает, кстати. Кирюха справился с самыми опасными. А это красиво. Ну, и в принципе, на этом, наверное, все. Кстати, обратите внимание, что до этого не решились играть с плохим баем. Би-И-Джи. Все-таки это, возможно, будет два ВП прямо сейчас. Такой тоже вариант вполне реален. Но очень интересно все-таки, какое будет решение от бегов. Ну, и, конечно же, как дальше будут комбинировать свои раунды HellRaisers. Пока на Б с трудом проходят их атаки. Мы знаем, это одна из любимых точек команды. Есть куча интересных сплитов, раскидок, быстрых раундов. Вот, наконец-то, мы увидели заготовочку под флешку. И Сутизен забирает. Плюс АК-47. Вот было бы неплохо этот девайс сохранить. Тогда у бегов все будет просто шикарно сэкономить. Ну, посмотри, здесь уже практически находится Хоббит. И дождаться, возможно, стоит тиммейта. Но остановился Кирилл. Опять-таки вопрос прошлого раунда. Есть ли смысл отправляться на поиски? Ну, да. Гобби постарается сделать второй минус. Знаешь, мне кажется, лучше было бы помогать тиммейту сохранять АК-47. И при этом убивать ребят из Хеврейсерс. Ох, тут чуть-чуть не дождался Хобби. Тут и Ангел был недалеко. Да, у Ангела не так много было ХП. Но, тем не менее, там и Дэдфокс. А вот так вот в начале все-таки терять экономику не хотелось бы ребятам. Да, такая небольшая маленькая ошибочка. Но все-таки вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, так вот на один целый оружейный раунд можно натерять девайсов. Итак, 4-2 Ашеры отлично начинают по-прежнему эту встречу. Четвертый раунд подряд. Да, были неудачи в первых двух раундах. Потом два шикарных камбэка. Ну, и сейчас два спокойных экономических раунда отыграла команда. Теперь самое интересное. Нету второго АВП. Это Тапсон на основной все-таки АВК. Теперь уже команды B.I.G. На данный момент посмотрим, что будет дальше. Ну, и мы видим все-таки один АУК от НЕКСа. Подобранный Калах к Сан Тарасу достается. Ну, и Тизен работает на АМКе. Вместе с Губом Би, который работает на кассе 20 патронов. Так, хорошая флешка от ИС. Что-то в этом раунде пошло не так у Хэв Рейзерс. Пытались фейковать под базой БМ. Но при этом не особо агрессируют. А вот троица игроков уже заняла центр карты. И через подвал сплитвыход на базу БМ. Это фейк-фейк. Вообще подошли под БМ. Сейчас раскидали банан. Там их увидели соперники. Отбежали вглубь Плэнтау. Шел третий на клпу. И на точке всего два игрока. Ну, сейчас уже полетел третий назад холповать. Но отлично принимает пока что Тизен свою точку. Ну и посмотрим, пойдут ли дальше Ашеры. Зиг выходит. Ну, знаешь, как-то остановились. Дальше действуют по одному. Детфокс погибает, не сделав ни минуса. 3-5. Такое мы уже видели. В шарте по одному повыходили. Друг друга не перекрывали ребята. Ну и начинается. Да, вновь Юра Ангел. Воксик дает минусы. И начинает перетяжку. Куча времени. 52 секунды есть у команды. Вот тут, хотел сказать, зря. Ну и здесь уже все очень плохо по таймингам для Хелл Рейзерс. Оба переместились сейчас под Аплэнд. Как я понимаю. Покажите нам, пожалуйста, Тапсона. Он остается пока что в девятке. Так, 8 секунд. А шары не оставляют себе времени, чтобы безопасно пройти и поставить бомбу. Ну, это изи-катка для Гоба Би. Два красных. Третий раунд для БиАйджи. Ну, а шары опять-таки были максимально близки, чтобы вырулить ситуацию 3-5. Третий раунд 3-5. Это был бы, наверное, уже максимально тревожный звоночек. Это был бы тот колокол, который, ну, разрывался. Беги, что происходит? Перебор. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что на этот раз придумывает Хелл Рейзерс. Возможно, все-таки сейчас... Неужели это вновь фаст на точку Б? Нет. Поворачивает 4 игрока на левом. 2 плюс 2. Мы уже так увидели этот дефолтик у команды Хелл Рейзерс. На контакт пошел Гоб Би. Досталось ему неплохо, хотя в Оксику залетело еще серьезнее. Да, 10% здоровья ТСУ Турка. Как же четко ворвался Кирилл Карасев. Есть минус. Тапсона забрал. Гоб Би осталась же считанная секунда. Наконец-то убивает Дэдфокс. Мы долго этого ждали. 7 раундов спустя. Мертвый Лис делает первый минус. Ну что, пошла перетяжка у Би Айджи. На точке Б остается один игрок. Да и он уже бросает плент и летит третьим на А. Посмотрим за раскидочки сейчас от Ашеров. Возможно, они фейканут. Посмотрите, где бомбы сейчас находятся у команды. Где находится сейчас Иса. Тоже стоит отметить. Но тут, наверное, без бомбы заканчивается раунд. 5 против одного. Ситуация. И лучше не терять девайсы. Первый пошел. Так, Тизен. Спалил свое место расположения. При этом сделал минус. Кто-нибудь заберет бомбу. Да, побежал. За бомбой у нас номер 7. Это Дэдфокс. Знаешь, видна небольшая неразбериха. В рядах команды Хэмбрэйзерс. Пошел назад смотреть. Парни. Что за дикий запад? Все, все, все. Побежал, побежал. Подбирается плент. Где эта бомба вообще-то? В подвале. В подвале вообще скинут. Так, ашеры теряют второго игрока. Есть красный Воксик. Есть Дэдфокс, у которого 61% здоровья. Ну, кто кого. Там вообще на двойной пик пошли. Останавливать девятку игроки команды Хэмбрэйзерс. Отличный минус от Воксика. И это 5-3. Ну, отлично разобрались в начале. Опять же, синхронный выход получился. Отлично защемили двух игроков на банане. Потом подошли к пленту. Ну, было все шикарно, кроме бомбы, да? Которую забыли. Ну, ничего страшного. Да, забыли бомбу. И вот эта, знаешь, ситуация как-то, скажем так, смыла. А может, они ее не забыли? Может быть, был план какой-то фейк жесткий разыграть? А тут бац-бац-бац, пошли хэдшоты. Выиграть раунд без установки бомбы, да? Нет, ну, бац-бац. Это ее мог забирать, знаешь, при перетяжке. А тут вышли и просто раздали хэдшотов и убили всех. Такие, ну, ладно, если так, так давайте так выиграем раунд. Почему бы и нет? Неоднозначно все это выглядело, скажем так. Главное, что Ашеры держали победу в раунде. Итак, 5-3. Экономически у БИГ есть ЦЗ-шка. И, если я не ошибаюсь, это по 2000 или по 250 у Ксантара? Скорее всего, это по 2000. Вообще, за счет этих волевых раундов в начале Ашеры реально могут, имеются шансы выйти на очень хороший счет. Вот здесь за атаку хороший размен, но тут ждет сюрприз сейчас ребят, которые хотят забирать этот девайс. Минус от Хоббита также под бананом. И спокойная перетяжка сейчас должна оформляться. Команда HellRaisers на точку Беспли. 2 плюс 2. Еще и второй минус на банане заходит от Хоббита на дальней дистанции с МАК-10. А тут уже и нам можно вернуться. Ну, в общем-то, давайте посмотрим, какое решение будет. Все, знают. И последний минус от Воксика. 6-3. Перестрелка не по шансам. Турок против Турка. П-2000 против АК-47. Дальняя дистанция. И это изи-катка для Турка команды HellRaisers. Ну что, очередная попытка Би-Иджи закупиться на оверпассе. Снайперская винтовка в руках Тапсона. Вот знаешь, если мы Воксика уже моментами отмечали, ИСа зажигает, также которого ребята неоднократно упомянули в аналитике, то вот Ксантарес пока что на втором, а то и на третьем плане у команды Биг. Там три фрага за девять сыгранных раундов. И это не такого Ксантареса мы привыкли видеть. И вот вчерашний полуфинал также. Заметил, что на первой карте Ксантарес жестко раздавал, а потом действительно не так все легко. Ну на Дасте он был, кстати, хорош. Вместе с Тапсоном они как раз-таки эту карту и потащили. Ну Тапсон вообще там рвал и металл налево и направо. Действительно отличную игру провел. Да и Губ Дип мне понравился на Дасте. Там с этими минус три с пистолетом и так далее. И тому подобное. Ну нужно время опять же Биг. Я думаю, как только команда сыграется, как только Ксантарес не начнет просто его мозг метаться в разные стороны, он будет четко знать, что ему нужно делать, все свои задачи. И то, что сделает его тиммейт. Тогда эта стрельба, конечно же, очень быстро вернется. И будет по-прежнему тот самый мощный Ксантарес. Тем временем у нас размен. Небольшой Тапсон уже второй минус дает. Здесь бомба падает. На банане это очень плохо. Как так? Что это за тир? По одному. А Шеры просто потеряли на ровном месте троих игроков. Падает Воксик на длине. Иса последний. Вот это да. А ведь все так хорошо начиналось. Ангел забрал Ксантареса в зигзаге. А что делали тиммейты? Вот если нам покажут с общего плана, вот как раз таки место, где братская могила команды HellRaisers, то это даже не смешно. Так как-то вообще непонятно. Причем это был очень важный раунд сейчас для команды HellRaisers в плане экономики. Желательно было сейчас вновь тащить, вновь убивать все из B.I.G., забирать седьмой, дальше восьмой. И вообще было бы все супершикарно за атаку, но нет, не тут-то было. Тапсон очень легко настреливает по одному. И вот этот выход, ну действительно. Максимально сумбурно выглядел. Ну ладно, второй там, не знаю, может что-то нафейлился. Ну третий подумал, ну я точно убью. Или что это было? Брат за братом. Это братская месть, а в итоге оказалась братская могила. Итак, Иса в сейве такая, 47-й, понимая, что денег у него не так уже много, в отличие от его тиммейтов. И девайс ему точно пригодится. Да, но это последние деньги на данный момент для команды HellRaisers. И опять же очень важный раунд. B.I.G. это все прекрасно понимает, что они вот все ближе и ближе по экономике к сопернику, что еще чуть-чуть поддать, поднадавить, и можно вернуться по счету. И вообще концовку классно сыграть. Кирилл попросил паузу. Но все-таки команда решила, что, видимо, что-то нужно обсудить. Практическая, да. Либо какие-то вот интересные вещи заметил в расстановке соперника. Ангел сейчас либо кто-то из тиммейтов. Ну и, конечно же, не забывайте про промокоды. Отправляйтесь на сайт vplay.tv, вводите коды и участвуйте в розыгрыше наших скинов. Да, ребят, еще каждый день буду повторять то, что, опять же, на этом чемпионате тренер находится вместе с командой. В TeamSpeak он все время разговаривает. И, опять же, у кого-то проблемы с капитаном. Тут, конечно, тренер может очень сильно помочь вот таким коллективам. Я вообще считаю, что вот когда тренер в TeamSpeak, команда сильнее играет. Это факт. Но вот конкретно в этом полуфинале у нас действительно два крепких капитана. Кирилл Карасев, опять-таки же. Его капитанство, я лично в нем не сомневаюсь. Возможно, есть такие, но эта история не про меня. Ну и Гобби, опять-таки же, один из самых опытных игроков. Ну да, таких ребят немного осталось. Если честно, там с Зевсой можно в сравнении вот так же поставить. Вот такой же вот волевой капитан. Эта парочка капитанов, она пришла со времен 1-6. Соответственно, ну, очень много... Алды на месте. Да, знаний у этих парней. Так что здесь проблем не возникает. Но, опять-таки же, тренер – это человек, который может заметить то, что уходит из пристального взгляда капитана команды. Иса сейчас крайне хорош. Хотя, по-моему, есть информация у Дизина о том, что очень много урона залетело по Исе. И нужно там буквально пульку отправить в район монстра. И можно забрать соперника. 11 хп мы видим. Ну, это, скорее всего, был выстрел в ногу от Тапсона. Ну, вот чудом выживает и Орданес, и при этом Тапсона забирает. Итак, это большинство для команды HellRaisers. Но по количеству здоровья не все так хорошо. Есть красный Иса, есть Кирилл Карасева, у которого минус 40%. Ну, кстати, очень неплохой мув. Сейчас действительно прослежилось, возможно, то, что Аширы поменяют вектор атаки, начнут свой выход на точку Б. Ребята из БАГ поменяли снайпера. Он сыграл агрессивно с шарта, причем имел все шансы, наверное, чтобы сделать этот минус. Но точность где-то его подвела. И, к сожалению, никто не смог прикрыть и выйти на размен. Вот тоже непонятно. Почему в Соло такой сложной позиции? Кстати, посмотри, вот даже несмотря на столь поздние тайминги, 30 секунд до конца, у Бигов по-прежнему остается хорошее количество гранат. Это то, что может позволить Тима разрулить этот раунд. Вот он, красный Исак, Сантарес его забирает. Очень важный момент сейчас для Бигов. Не успел подойти там Ангел на этот разменчик. Возможно, бы Сантарес так далеко не ушел. Но отличный минус от Хоббитов. Флешечка второй. Как жестко они заходят на плент. Уже смог хилпу, и это сейв. Это сейв, и действительно, Абай ворвался максимально четко по тайме. Там Абай врывается, ему накинули одновременно и флеш, и уже летел смог хилпу. То есть Ашеры классно разбросали гранаты. Идеально в этом эпизоде. Ну вот тут больше вопрос в Бигам. Как так без пресс-монстера? Без чека оставили длину. То есть Гобби перемещался по аппленту, но мы не видели вот этого чека. Ты мог заметить игрока на длине. К Сантарес у тебя играет на туалетах. Ты просто чекаешь длину, видишь там игрока, у тебя есть информация, и к тебе стягивается хилпа. Возможно, им помешала эта ротация в раунде, когда они убрали Тапсона с апплента на Б. Абик пошел играть агрессивно, а здесь все-таки, возможно, не все еще такие вот разогретые, очень хорошо надренированные позиции и связки у команды Би и Джи. Все-таки, когда меняется один игрок, даже если когда он возвращается, это все равно нужно время, чтобы вновь немножечко сыграться. Ну и, конечно, проработать тактики и стратегии. Это вообще отдельная история. Ну, Убеков, кстати, в этом плане вообще ситуация сложная. К ним пришел новый и вернулся старый. То есть двойной удар по тактическим составляющим. Итак, проблемы экономического плана у Би и Джи. Есть два сохраненных девайса. АК в руках Некса и МК у Тизиана. Остальные немного докупились, потратились, скажем так, на минималках. Ну, вот подсадочка, которая... Ну, кстати, представляешь, ашеры не показывали нам быстрых заходов на воду. Очень медленно, таким дефолтиком, спокойненько отыгрывает команда HellRaisers. Буквально использует там, грубо говоря, два раунда. И пока это работает, спокойно заходит сейчас через фонтан. Понимает, что у соперника сейв, где-то будут пистолеты. Вот давайте посмотрим, что с таким пониманием будет делать команда HellRaisers. Вновь, опять же, заметьте бомбу в той же позиции. Вот я еще раз повторюсь, возможно, в том раунде просто они не рассчитывали, что поубивают охраны соперников. Ну, по сути, да, это стандартное место, где находится бомба, где ее плохо заметно. Счетом того, что Кирилл Карасев в подвале. Иса под Б, остальные тиммейты работают в направлении Апланта. Вот кто-то... Кто же отвечает за бомбу? Кто ее должен забирать? Давайте посмотрим, что там сотворит Иса с Ангелом. Ну, как-то просто. Кирилл Карасев отличным спреем сбривает Сизи на Икс Антареса. Наконец-то ответ от Некса, но вот девайс было бы неплохо подобрать. Кстати, можно сразу два. Есть инфа, где калаш находится, но там спокойно все под контролем, потому что мы видим, где уже находится Воксик и не спеша даже там с бомбой как-то особо HellRaisers. Ну, вот теперь уже перетянулись, поставили плент и оставили в спине Ангела смотреть коннектор. Либо все-таки Кирилл вернется к команде, сейчас посмотрим. Либо попытается кого-то еще подловить сейчас на детской площадке, но, наверное, дальше не пойдет. Нет, нет. Просто для галочки, я думаю, на контроль станут. Ну, Воксик идет закрывать. Кстати, вот четко понимают Ашеры, что три девайса сейчас находятся в руках у БИГ. И... Ну, посмотри на деньги Ашеров. Ну, куда там сейчас идти? Ну, это будет 7-5. Следующий раунд, если, например, сильно просядут, надо будет... Да, да, есть смысл не терять все девайсы, отправить одного какого-то казачка. Ну, собственно, так и происходит. Воксик идет на поиски, остальные сейвят. И Воксик попытается сделать минус. Вот и он. Уже лучше. Уже лучше. Гораздо. Один выбитый девайс, это неплохо. Но мы видим, что здесь, в принципе, должны раздропать девайсы спокойненько сейчас БИГ. Ну, и посмотрим. У них же был экономический, то есть денег в любом бы случае хватало. Конечно, оптимально было сохранить три девайса, но получилось два, и то хорошо. Небольшой запас, грубо говоря, по полторы тысячи осталось у Тапсона и Ксантареса. Есть два набора диффузов, по этому плане все хорошо. Пять клаши у Хелл Рейзерс. И пока не используют ВП в атаке ребята. И, в принципе, абсолютно был правильный вариант. То самое секретное оружие, которое оставили на потом. В атаке на оверпассе Ашеры обходятся без снайперской винтовки Воксика. Ну, знаешь, если были какие-то проблемы, там, сложные позиции, тогда бы все равно он появился, чтобы хотя бы какой-то размен давать, либо где-то найти свой интерькил. Но пока все идет. Пусть не суперидеально, но, опять же, посмотрите на счет 8-4. И берешь сейчас раунд. Действительно, в очень хорошей ситуации половина будет точно у Ашеров. Выход на точку Б. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Пошла перетяжка четвертого игрока сюда на плент, но он еще не успевает в девятку. Так, выцеливают Ашеры голову Тизиана. Будет липать под флешку. Очередной врыв забрал Дэд Фокса. Размен от Иса, но Ксан Тарас отвечает минусом по Иорданцу. Ну что, 3 в 5 мы уже видели. Сейчас ситуация не столь сложна для команды Хеллрейзер. Су-3 в 4. И вот два фрага. Возможно, сейчас будет у Ангела. Кирилл хорош, но дальше лучше не идти. Это будет раз... Ну, он и не идет. Так, а вот и Тапсон пришел и спокойно разобрался. Хоббит последний против двоих. Есть информация по бомбе. 40 секунд у Абая. Абая услышали. Но это не проблема. Это не проблема. Итак, Гоби, один из опытных... Наверное, самый опытный игрок команды Би-Иджи против Абая. И как же круто играет Абай. Забрал бомбу и уходит в противоположном направлении. Абай грамотный контрстральщик. У себя прекрасно понимаете, что, в принципе, этот парень и пытался там быть капитаном. И уже были такие предпосылки. Я думаю, когда-нибудь он и будет кэпом. Грамотно играет. Также уже максимально быстро оказывается на хелпе. Но, опять-таки же, байт от Абая и изи катка для Хеллрейзерс. Просто великолепная игра от Хоббита. Да что творят сегодня Ашеры? Уже третий раунд в меньшинстве как минимум вытягивает команда. Это очень хороший показатель. По крайней мере, личного скилла. Кстати, вот обратите внимание на статистику. Квадра игроков команды Хевррейзерс отрабатывает на максимум. Дэдфокс 2-2-7. Стабильно на уровне. Знаешь, стабильность уровня мастерства. Там первые три или четыре раунда очень мало фрагов было. По-моему, ноль и у Дэдфокса, и у Ангела. Потом Ангел включился. Но, опять же, включится еще и Дэдфокс. Я думаю, мы увидим его хорошую игру на точке B в защите. Бэш вроде держит. Дэдфокс? Да. Ну, да. Да. Так, чек длины, но здесь вообще четко. Хоббит Воксик по минусу. Крепление бегов рассыпалось за секунду. Ну, да, это явно не под четверых игроков, которые на тебя выходят с калашами. Там на одного, на двух, может быть, что-то и получилось. Но когда так массово выходит атака, это, конечно, сложно сделать. И два игрока есть на пленте. Но, я думаю, Тизен и Некс это не проблема для команды Хлэйзерс, учитывая их девайсы. Очень аккуратно сейчас вроде бы действует команда Ашер. Два плюс два. Спину смотрит у нас Кирилл. Бомба уже проходит потихонечку по банану. И совсем скоро уже заберут Некса. Давайте посмотрим. Либо Некс все-таки СССР сейчас на ближней дистанции кого-то пропечатает. Но вот сейчас отличается Некс, развернется, и его легко заберут. Он пытался тиммейта запустить то ли под флешку, то ли под хаешку. Какую-то комбинацию разыгрывали БиАйджи, и в этот момент Ашеры вышли из длины. Итак, Сан Тарас в шаге от того, чтобы забрать Кирилла Красева. И у него это получается. Долго выцеливал. Кирилл смотрел спину, смотрел спину, но в итоге не досмотрел. Вот резать тебя или не резать. Карась, не карась. Но спокойно забрал с Тайф-7, подобрал АК-47 и пытается оставить его на следующий раунд. Второй минус от Сан Тараса. Ну вот, кстати, конечно, фраги зайдут в статистику, но это такие фраги чисто экономического характера. Третьего забирают, но и четвертого давай нет. И сам очень легко успокаивает Сан Тараса сегодня, кстати, на первой карте 10-4. Последний раунд первой половины. И что у нас? Хороший бай будет у команды БиАйджи. На все хватает, но там двух кассок не хватило, и это не проблема для команды. Проблема в общем-то, что Ашеры вот чисто на классе выиграют эту встречу. Просто на классе. Моментами очень круто перестреливают, даже в ситуациях, когда находятся в меньшинстве. Почему-то сверхуверенно действует БиАйджи, как будто, знаешь, они какие-то сверхстрелки. Ну, опять-таки же, Тапсон оправдывает, например, это звание, а вот Сан Тарас пока что не так хорош. Некса мы вообще не видим, он растворился в защите на оверпассе. А вот и Авиг Тапсон на поджиме. Ну, посмотрите, минуты 33 он оставался еще здесь, причем соло. Ну, хотя был там и Гоби, который прикрывал его через коннектор, но Гоби уже там через дверь перебежал на точку Б, и в итоге как-то вот, ну, надо с глаз Тапсона посмотреть, что же произошло, как ему так залепили. Ну, знаешь, очень нравятся дефолтные вот эти вот раунды в исполнении HellRaisers, они особо не торопятся, просто берут карту под контроль, и практически все попытки поджимов со стороны БиАйджи провалились. Да здесь видно, что команда, даже для того человека, который не видел команду HellRaisers, возможно, не смотрел ее так много, видно, что команда играет на своей карте, что все прекрасно понимают, что нужно делать, где могут быть проблемы, куда нужно стрелять. Ну, и хороший минус для Хоббита, Абай, пробежка на точку А, полетели, посмотрим, успеет ли Хилпа. Летит на помощь Некс, но он не успевает, уже никуда, смоком закрывается мусорка, и в принципе это должен быть... Одиннадцатый раунд для команды HellRaisers, ну, только чудо какое-то спасает Бигу в этом раунде. Бомба стоит на Апленте, ситуация 35, Биги не знают, как выйти, и посмотри на количество гранат HellRaisers. Там дымы, там флешки, там коктейли Молотова, но это закрыто. Да, просто нечего ловить. Ну, есть там флешки, смок что-то попытаются сделать, все-таки раунд последний, но шансов нет никаких. Одиннадцатый четыре, Ашеры. Мощно. Воу-воу-воу. Знаешь, как бы парадоксально не звучало, вот ты говоришь, да, Ашеры на оверпассе чувствуют себя максимально комфортно, все такое, но это выбор бегов. Да, да. Это карту, которую выбрали Berlin International Gaming, и это самое странное решение. У вас был, например, ну, вариант выбора кэша, выбора второго даста. Слушай, я на этом турнире очень много вижу странных решений, мне что-то подсказывает, что многие команды реально проверяют вот свою силу на определенных картах. Вот действительно, мейджор, который на носу, очень-очень важен. И давайте посмотрим так, давайте, вот сейчас беги понимают, что оверпасс это не самый лучший вариант, потому что, опять же, Ашеры это не, да, хорошо, одна из топовых команд на оверпассе, но есть ребята, которые могут еще жестче жару дать. Хотя, может быть, в этом году Ашеры покажут, что это их лучшая карта и вообще отобьют желание играть в оверпасс против себя у всех. В любом случае, опять-таки же, с учетом того, что команда Хеврейзерс это коллектив, который представляет СНГ сцену, огромное внимание СНГ региона обращено именно на них. Смена тренера, смена пятого игрока, действительно то, чего так ждали болельщики команды Хеврейзерс, это каких-то качественных изменений. Пока что в рамках этого турнира мы их, ну так, прослеживаем. Ну что, друзья, пистолеточка, и смогут ли беги повторить свой успех первой половины и взять еще один пистолетный раунд? Без него им будет очень тяжко, Ксантарес, первый минус, Ангел на размене, 4 в 4 ситуация, отличный фраг от Иссы, и пока что, по-моему, бомбу видели, поджим с длины, давайте посмотрим, там Ашеры вдвоем как-то разделились, один побежал. Так, знают, где находится Воксик, сразу же попадают по голове турка, 9% Воксика, ну и это не проблема для Ксантареса. Ну и в итоге на пленте зажмут Дизиана, это тоже хорошая новость, и главное, чтобы он больше минусов здесь не делал, и быстро, возможно, перебегает на точку. Какой хаос происходит на карте, посмотри. Ашеры, ну, вроде бы задергались, думаю, что беги через подвал, двигаются в направлении базы Б, и, кстати, что-то в этом есть. И сейчас было слышно, по идее, игрока Дадет Фокс, ну давай, включайся, где фраги? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ну Ксантарес первой выключил Ангела, а вот Дадет Фокс первой не попадает, и это дальше изи-катка для турецкого бомбардира. 11-5, 11-5, ну, возможно, это начало камбэка, и Биг нам покажет какие-то сверхуверенные раунды в атаке, но опять-таки же это не точно. Ну, какие-то раунды будут, какие-то раунды, но это, наверное, до того момента, как у Воксика появится авик, и либо до... Ну, это основные вопросы, смогут ли остановить снайперскую винтовку Воксика, да и вообще показать, действительно, какие-то заготовки. Было ли время у Биг придумать что-то интересное на карте оверпас? Ну, мне кажется, Биг будут все-таки тоже больше в направлении Б-Плэнта пробовать работать, хотя посмотрим, какой у них будет план на сегодня конкретно против команды Хэлл Рейзерс пока. Это шестой раунд для Бигов, если ничего там супер жесткого не произойдет, три пистолета остается, конечно же, у Хэлл Рейзерс, 3-5 ситуация, пустой Аплэнт. Ну, стоит отметить, Ашеры не тратились в этом раунде, закупка будет в третьем, второй половины. Единственное, опять же, если вспоминать эту пистолетку, я так и не понял, зачем парни разделились, вроде бы была инфа, что уже зашли, прошли в фонтан игроки атаки, кто-то побежал в респаун, кто-то побежал на фонтан, и там просто их по одному нащелкали парни, которые вернулись. Скорее всего, был план устроить перекрестный огонь, но, опять-таки же, длина умерла первая, а Воксик, когда уже пришел, он остался один. Ну, да ладно, 11-6, друзья, счет в этом матче, первый оружейный раунд, здесь даже Кирилл еще нашел себе лишние 50 долларов, где-то окупил Аук, еще и гранаты, ну, у Ангела вообще все шикарно по этому показателю. Да, по закупке все хорошо у Ашеров, есть, правда, два бумаса, эта ситуация как-то так подмылила, но ничего страшного. У Бегов 3 МАК-10, 2 АК-47, про скидки в этом плане проблем нет никаких, ну и что же будут делать БиАиДжи? По-хорошему, вот, отталкиваясь от девайсов, ну, это какие-то должны быть четкие заходы под раскидку, когда МАКи врываются на максималках и, ну, я имею в виду, на максимальных скоростях. Посмотрим, пока мы видим Дэдфокс, нет, Воксик, извините, друзья. Так, успеет ли отойти Турок под флешку, попытка найти энтрифраг, но здесь все закрыто, Ксантарес проигрывает без каких-либо шансов перестрелку Кириллу Карасеву, а вот Тизен забирает Воксика, это интересно. Небольшая ошибочка все-таки от Воксика, он что, флешку поймал, либо вообще не ожидал соперника так близко увидеть, но посмотрим. Все-таки это выход без фейка на точку А, вот, не слишком растягивает обычно соперников. Беги, вот, вчера, по крайней мере, вот, из-за того, что мы увидели, легко. Так, а где все это время находится Нек? Слишком долго проходит по длине, это легкая добыча для ИСы. В итоге 2 в 4, Кирилл Карасева сжигают в коктейле Молотова. Хороший момент от Гопы Би, важнейший минус, но Хоббит останавливает КамАЗ, чекает право и как он переводится, шикарно. 12-6, 12-6. Ну, знаешь, вроде бы ситуация хорошая, но она также хороша для Би и Джи. Они сделали 3 минуса, при этом особо не тратились в прошлом раунде, с учетом того, что сохраняли МАК-10, не меняли их на АК-47, и при этом сделали 3 минуса. Соответственно, у Ашера в случае поражения в этом раунде полный ресет экономики, и это то, чего добивается Би и Джи. Да, но этот раунд нужно выиграть, поэтому давайте посмотрим, что у нас произойдет на этот раз. Повторяются, Ашеры точно такой же дефолтный раунд. Нет, Кирилл даже выпрыгнул на этот раз там из девятки, и тогда он просто накинул флешки парням и вернулся очень быстро к Воксику. На этот раз совершенно другой план. Точнее, ожидание от игры соперников у Хэлл Рейзерса, и, возможно, это ошибка. Посмотрите, тот же раунд разыгрывает, в принципе, команда Би и Джи. Сейчас два игрока проходят длину, уже прошел вперед Некс. Подтягивается сюда Тизиан, но у нас по-прежнему на Апленте в соло работает мистер Воксик. Ну и, опять же, Фамос и Девайсы. Все говорит о том, что тут было бы неплохо все это дело прочитать. Но пока еще непонятно, куда пойдет выход. Да, очень аккуратно, и при этом растянута выглядит атака команды Би и Джи. Два по длине, два в районе центра карты, один ждет агрессию с базы БМ. Но про скидки, по сути, здесь остается на раз, да? Там три смока, три флешки, два моллика. Ну, грубо говоря, там еще с одним смоком можно поиграться. Но лучше этого не делать. Да, это выход на точку А, это будет стена смоков, друзья. Сейчас три дыма мы увидим на Апленте А. Ну и всего лишь два игрока в защите, хелпа далековато, поэтому удачи, Хэлл Рейзерс. Так, а вот тебе и Воксик. Кирилл Карасев также забирает. Его разменяли моментально. Ментально. Три в три. Три в три. Если я не ошибаюсь, на Апленте нет никого у Хэлл Рейзерс. Нет, они ожидали какой-то фейк в этой сложной игры, но и теперь нужно будет просто жестко брать ретейком. Ошибается Губи. Как повезло, что вот так у него развеялся смок. Хороший таймер для игрока Хэлл Рейзерс. Размен два в одного. Биг Некса нужно забирать один на один. Ситуация это легко. Это должен делать Дэд Фокс. Браво, Дэд Фокс. Знаешь, один, но очень важный минус делает Мертвый Лис и забирает действительно сверхважный раунд для команды Хэлл Рейзерс. Проиграй его, полный ресет экономики и Биа и Джи готовы к камбэку. Бла бомба. 3-600, 3-400, 3-800, 3-200, 2-700 у Ксантараса. Вот посмотри, опять-таки же, количество фрагов, вот только что, если посмотреть, там 5 фрагов у Дэд Фокса. Это первый фраг во второй половине. Но какой важный фраг сделал Мертвый Лис? Он, знаешь, выжидает, выжидает, выжидает и берет действительно то, что нужно. Ну смотри, он работает на точке Б, у него не так много и возможностей было в этой половине. Ну да, и ходили на базу А. Он как раз последний, вот он последний и пришел, да. Ну, кроме пистолетки. Итак, друзья, смотрим, меняют свой выход сейчас ребята из БИГ, 3 коннектор, здесь Воксик. Важно сейчас собрать хотя бы двух оппонентов, хотя есть у него суппорт. Ну, посмотрим, как сработают ребята. Да, на хобби-то не смотрят, не чекают, как-то сложно, 5 залетает, но нет, нет, все хорошо, 5 в 2. Это походу ГГшечка на оверпассе, БИГ форсировали события в этом раунде, но при этом проиграли его почистую. Последний гобби против пятерки команды Хеврейзерс в надежде зацепиться хотя бы за минус. Нет, Кирилл Карасев не прощает с Аугом. Казнит ветерана Берлин Интернешнл Гейминг, но опять-таки же наставляет команду БИГ без экономики. Знаешь, Юра, что могу сказать? Ну, Ашеры играют неплохо, но как-то в этом матче им БИГ отдали все. Вот столько у них было, большинство в первой половине, опять же, эти первые три раунда. Если бы они все это подряд не забирали Ашеры, были бы приключения намного сложнее. Но какой-то суперлегкий для них получился матч. Мне кажется, БИГи могут больше. У Дэдфокса суперспособность. Он умирает меньше всех. Он убивает меньше всех, но он умирает меньше всех. Он просто живет. Ну и там, если по гранатам посмотреть его статистику, там тоже он... Он миротворец, назовем это так. Итак, 3 в 4 ситуация в этом раунде. Ашеры пытались агрессировать на центре карты, но встретили достойное сопротивление. Потеряли Воксика и Ангева, но забрали только Гоба Би. Правда, есть и хорошие новости. 4% здоровья у Некса. Некса Хоббит забрал, но Тапсон отвечает в ту же секунду. А вот это уже серьезно. То есть пока еще не все так просто. Да, все-таки быстро, возможно, эта встреча не завершится. Но Ашеры здесь сами себе придумали качели. Понимая, что проблемная закупка у бегов, ну, наверное, не стоило действовать столь агрессивно. Опять-таки же, это решение капитана команды. Он четко понимал, на что шел. Ну, вот банально в перестрелках где-то не хватило уверенности в стрельбе. Ну что, успеет Иса перетянуться сейчас на Аплэнд или нет? Ну, должен, да. Пока еще длина не проходит. Ребята ждут каких-то действий и поджимов от игроков HellRaisers. Но нет, нет, нет. Никого здесь не наблюдается. Иса пошел назад. Не поверил. То, что это Аплэнд, ребята, наверное, Смок не услышали. Вряд ли бы там Иса не так далеко прошел. Ну, и, знаете, больше похоже на сейв. Там, если повезет, да, попытаемся два в три, не повезет, просто сейвим. Такой план от команды HellRaisers, как я понимаю, на концовку этого раунда. Вот-вот будет установлена бомба. Ну, и, в принципе, седьмой раунд. И если потащить следующий, то тут еще можно побиться. Да, и посмотри, что делает Ашар. Вот, ну, когда у тебя Иса с MP9 и Дэдфокс, у которого 60% здоровья, но при этом АК-47, ты, наверное, ну, не думаешь о шансах на выбивание. Ты просто уходишь на сейв. Ну, знаешь, они так стали, вот так я посмотрел. Ну, вот реально, вот решили остаться B. Это был, знаешь, приоритетный таргет. Если идут, то давайте на B. Не идут, ну, сейвим, потому что у нас как раз такая экономика, что лучше бы хотя бы один сейв иметь там у Кирилла. Ну, плюс сколько получается? 1400. За поражение в раунде 1400. Это будет первый раунд, который проигрывают Ашары после серии победных за сторону контртеррористов. Ну, то есть даже не за сейвив денег бы хватило, но все же это не конец. Конец это, когда команда забирает 16 раунд. Спасибо, ваш капитан. Ну что, возможно, паузу сейчас стоит взять, ребята, Muscle Razors. Тоже обсудить, вот как не попадать в всякие истории. Спокойно здесь завершить первую карту. Потом перейти на свой выбор. Да, даст два. Тоже очень интересная карта нас ожидает следующий. Там будет, мне кажется, очень классная встреча. Беги там однозначно должны посильнее выступать. Ну, будет Инферно и потом даст два. Да, Инферно. Да. Инферно это выбор Хелл Рейзерс. Кстати, вот на этой карте парни себе показали хорошо против бразильцев Фурии. Но очень, очень в какие-то моменты было неоднозначно. Самый загадочный раунд на этом турнире. Это ситуация 2 в 5, 15 секунд до конца. В конце? Да. При счете 15-10, когда что-то пошло не так. Отвалилась на секундочку ГТВ-шка. И мы такие с Сашей сидим, комментируем, говорим, мол, ГГ, все дела. Что тут можно было поделать? Сейчас Бах в основном ГТВ возвращается, а там 15-11 и катка продолжается. Вот, ну, в тот момент, так и хотел сказать, типичные Ашеры, я не удивлен. Ну что же, тренер заколил, что частенько, видимо, выходят на длину. Либо капитан, либо кто-то еще из команды. Хелл Рейзерс, то, что часто в длину выходит массово. Биайджи, там сейчас стоит такая фишечная башенка. Воксик и близко поджался Кирилл. Дедфокс, Исо, как хорошо пока что останавливает Монстр. Тут даже не выход, а просто контактная такая получилась перестрелка 2 на 2, которую подчистую выигрывают Хелл Рейзерс. Да, красным остается Дедфокс, но начало раунда просто шикарно. По джинсу спины работает. Сейчас, правда, Кирилла тоже в спину могут забрать, но это уже не проблема. Ситуация 5 против 1. Ксантарес, ну, кстати, этот парень может. Но, опять-таки же, только в случае, если Ашеры будут допускать ошибки. Вот если опять сейчас по одному полезут на него. Но Воксик такой, что... Так, обидный промо. Где Ксантарес? Дайте мне Ксантареса. Нет, говорит, нет, 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 Хоббит, помогай. 15-7, 8 маппоинтов для команды Хевр Рейзерс на карте соперника. У Бегова, опять-таки же, экономический ресет. Есть деньги только у Ксантареса. Это АК-47, все остальные будут играть с пистолетами в этом раунде. Дедфокса отметишь за прошлый раунд? Знаешь, когда убивает Дедфокс, вот насколько легко берутся раунды. Ты заметил? Все легко и как-то непринужденно. Не, ну вот сейчас к нему там чуть ли не впервые пошли. Все, спокойно справился, разобрался, без проблем. Все хорошо, отлично. Ну, опять-таки же, это где-то ирония с нашей стороны. Конечно же, Мертвый Лис хороший игрок, и даже в этом раунде он это доказывает. Первый минус есть, выключает Тапсона. Да, нет иронии вообще, я считаю, что хороший парень. Я про то, что вот мы говорили на протяжении всей карты оверпаста, что где-то не хватало Мертвого Лиса. Да, единственный, кто не включился. Но опять-таки же, зная Дедфокса, вот знаешь, те раунды, которые он берет, они сверхважны. Вот я помню квалификации Хеврейзерс на мажоры, и супер-сверхважные раунды, которые забирал Мертвый Лис. А еще важно, что он спокойный, такой позитивный тиммейт, который не подгорает. Вот такие нужны в команде всегда. Смотри, этот человек готов закрыть бегов на оверпасе. Два минуса в этом раунде, готов забрать и третьего. Красным оставляет Гобл Би Мертвый Лис. Есть третье убийство. Так, отдайте всех Дедфоксу. Нет, не получится. Подождите, Ксантарес решил повоевать с Тизеном в этой ситуации. О-о-о, два в два, вот тебе и два в пять. Хотел, заказывал, получи. Ну, правда, семь в пятнадцать, а не десять, но... Так, смогут ли спасти ситуацию БиАйджи? Вот в чем вопрос. 46% здоровья у Ксантареса, сотый Тизен. Ну, парочка непростая у Хеврейзерс осталась. Это Кирилл Карасев, это Воксик. Правда, снайперская винтовка турка. Ну, знаешь, я неоднократно наблюдал ситуации, в которых он оформляет сумасшедшие ретейки именно с этим девайсом. Сейчас Кирилл Саугой тут натопит. Ой-ой-ой, опасно. Голова, голова. У Тизена уже сверх мало здоровья. Кирилл, заканчивай это дело. Спасай ситуацию. Нет, не в этот раз. 6%. Нет, уходит или не уходит. Нет, показал, что ушел. Никто не повелся. Игроки далеко. Ну, пытается как-то забатить на себя Кирилл соперников. Одного убьет. Нет, не убил. Сейчас Тизен нам, к сожалению, Аши радует раунд 2 в 5. Причем это был Калаш и Дигл. Запотел мертвый лист, сделал три минуса, но этого было недостаточно, чтобы выиграть карту Оверпасс. Не забываем про промокоды. Сайт vplay.tv. Отправляемся и выигрываем скины. Так, Колорейзерс, но... Ну, видимо, хотят еще поиграть немножечко на Оверпассе, но пока на данный момент кажется, что это просто потеря, не знаю, лишних 50 минут. Вот знаешь, вот как-то так же Хаврейзерс проиграли ситуацию 2 в 5 на карте Инферно против Фурии Спорс. Большая разница только в том, что у бегов была минута времени в распоряжении. Там было 15 секунд и все было под контролем. Ну что же, чуть-чуть еще поиграем и пока что Оверпасс, друзья. Что у нас, пауза пошла какая-то от коллективов? Ну, видимо, да, судя по тому, что они пока у нас отдыхают на распауне. Опять же, у Ашеров вопрос один. Насколько быстро они завершат первую карту? Здесь уже вроде бы все понятно. И да, есть теория шанс камбэка. И вот, в принципе, наверное, это самый главный вопрос сейчас этой карты. Смогут ли беги вот показать 7 раундов подряд и перевести как-то эту игру на овертайм? Так, 4 дигла по 250. Это все, что есть у Хаурейзерс в этом раунде. Намерены агрессировать на центре карты. Дожидаются каких-то действий от БиАйжи и готовят свой выход. Ну а здесь никого нет. Посмотрите, вышел уже Тапсон на точку. Пошла бомба. И, в принципе, вот-вот эта бомба будет установлена. Ну что же, Ашеры как-то на выходах, возможно, попытаются подловить соперников. Например, Некса, у которого Тэг, который сейчас смотрит спину, на которого бегут 4 соперника. Но одного он точно забирает. Хотя не факт. Говорит, ребята, на помощь. Помогите. Теста, да. С первым не справляется Некс. Дизелу залетело жестко. Знаю, что он справа за стенкой, закрываются смоком. Понимаю, что это большие проблемы могут быть. Беги, как бы вы сейчас не проиграли этим диглам. Если бы были диффузы. Ну да, грамотно гранатами распорядились БиАйджи. Отрезаны смоком ребята из Хеврейзерс. И, по сути, выход через этот дым – это смертный приговор. Минус от Дэдфокса. А вот это интересно. Два красных. Точнее, 21 и 57 хп. Флова к Сантарес. 5 в 3 ситуации. Но нет диффузов. Единственная проблема. Но, правда, девайсы сейчас могут отбить просто все. Вау, Хоббит. Хороший хэдшот. Еще один. Остается Табсон. 1-4. Но бомба-то не... Бомба взрывается. Так, выживает Табсон. Ну, знаешь, экономически, конечно, интересный момент получился. Потому что, ну, вот, например, есть тот же Тизин, у которого 3-900. И, ну, даже в случае, если он купит АК-47, то останется без гранат. А он делает выбор в пользу Галила. А, это дроп, скорее всего. Ну, не все так плохо. Просто у бегов есть... Ну, основная цель – это не проигрывать раунды до 30-го, да? Ну, что же, у Хоббитов есть калаш в защите. Очень, конечно, приятная штука. Воксик на Алике. Ангела мы видим хорошо. Сауга залетает. Ну, и 2-емки. Это Иса и Дэдфокс диффузы. Ну, Дэдфоксом. На точке Б также отмечаем этот момент. Ну, и посмотрите, перестановка. Перестановка у команды Хэллэйзерса. А у нас вновь быстрый выход на точку Б4. Против двух игроков прорываются сплитом парни из команды БИГ. Очень важно. Заберет Аликсантара. Сейчас заберет. Так, это сделал даже ГОББИ. Поработал Дэдфокс, но хватило его всего-то на один минус. Некса давайте посмотрим. Что вообще происходит? Минус Некс. Минус Некс. Беги занимают базу Б, устанавливают бомбу. Но они в меньшинстве. И у ГОББИ серьезные проблемы со здоровьем. Ну что, 3-2. Может быть, стоит завершить эту встречу. Знают, где находится ГОББИ. По нему есть 100% информация. Видят и второго. Кирилл, все. Это должна быть ГГшичка. Но давайте посмотрим, мало ли что. Вот он же видел. Была же инфа. Но Турок не мажет с ВП. Но опять-таки же все очень близко. На ВВАСКе висели Ашеры от того, чтобы проиграть этот раунд. Но благо Воксик попадает. 16-9. Победа Хеврейзерс на карте соперника. Но опять-таки же, возвращаясь к вопросу выбора оверпасса. Наверное, Беги уже задумались. А ту ли карту мы выбрали как свою.